А я смотрю, изгнание из тела тебе на пользу не пошло. Твой прогнивший язык все еще себе места не находит. Можешь передать хозяину, чтобы ты еще лет так 200 помучился? Всем привет, с вами Каспи, продолжаем играть в игру. Зайтик, другая история, Кла 8, внутренний порядок. Без комментариев мы спасли, Катю, мы молодцы. Ее сейчас отвезут в участок, и она мне, после того, как я за Катюк не домой, она мне все расскажет. Я потянулся и стал скрывать. За окном по небу ползли тучи, а на каком-то паре с ним оставалось более-менее светло. Я пройкнул в дверь, и все, я потерял глаза от сна. И екнул в коридор. Такая мать, куда ходил? Бегал. Двергом-то у сестры была распахнута, но в той самой Оле и внутри не оказалось. Я повернулся в сторону лестницы, и прислушался, и я задавился в сурсание воды. И прилу сонные голоса, но все было тихо. Кристально тихо. И тут до меня досло. Сегодня за субботу, это значит, что родители снова уехали в банк, как и обещали. Юля, по ходу, с ними попросилась. Она ведь так надеялась посмотреть на денежные колонны, излезанные из сейфа. Какое за удивление будет у сестры, когда она увидит реальность, весьма сильно раздирающаяся с фильмами. Но может, оно и клоцово. Во всяком случае, она на сегодня я один. Я один полностью в своем располагании. Пойти стали наложить себе морозные глядь фильмы про бандитов. Я задумался. Я при мысли все тело начало приятно тесаться. Радостях и быстрым бодрым сагом, я перепрыгиваю через две ступеньки напрямую вниз. Надеясь, что в холодильнике я останался хоть и оба один небольшой кусочек, а ты вкуснительный. Оказался в коридоре мы, из-за удесиих холода не до костей, белый улыбок готова вырваться. На кухню, как вдруг. Затяной пазал со стороны избуки. Я золь, никто не уехал. Метальня расстроилась, подумал я. Похоже, попали мои мечты по пути дому. Я куда-то подалог дверей заклянул внутрь. Чего нахуй? Какое было мое удивление, когда прямо посадили кухню и ввел стоящую Алису и Олю, который обмазался с подовольными улыбками, громко и дружно тяфкали и еле ту самую сладость. Мажозная. О, какое мое сейчас удивление идет, Антох. Я тебя прекрасно понимаю. Это что за бред здесь, посол? Е-бам-раму. Ну, по-анали. Ну, да-да-да, это было бы все. В удивление, я чуть не сыну не поперханулся. В голове сразу вспыхнули три главных слова. Сто. Как. И почему. И признались они вовсе не Алисе, которая неизбенно оказалась в доме к ситуации, в которой они обе натурально созрали мое мороженое. Ой, братик, привет. Солеса, я так понимаю, сдронуться ты не будешь. Я сдронул и поднял глаза. Не подходи к ней. Не подходи к ней, слышас? Это ты говорил. А сейчас ты что-то молчишь. Приветик. Ты думал сказать, не подходи к ней, не подходи. Ты думал, блядь, взять руки, тащить в сторону комнаты, сказать, не подходи к этой Алисе, не подходи, она плохая. Долго же тебя ждать пришлось. Как спалось, Соня? А как ты сюда приобралась? Да, не жалуюсь. Нормально. Я не знаю, я не думал, что я увидел тебя дома. Это пиздец какой-то. В голове все остались, прыгнулись и понять, как Алиса тетилась у меня дома. Пойдем к нам, у нас здесь много конфет и мороженого. Со мной поделитесь. Я стала из угла, тянемился возле дверного проема, скрестив руки на груди. Вы, похоже, уже подружились, да? Оля радостно закивала, а Алис, напоминая прямо на моих глазах, Морозное стало чуть близо и пронесла. С твоей сестрой невероятно легко найти общий язык. Ну, она дружная. Сказано это в общий с хитрецой. И позвучало ко мне неприятные комплиментные, то как завоевренные предупреждения. Я хотел бы заответить, но на мой ход мысли прервал незаданную стуку дверь. Да сто опять, не видите, я разговариваю с лусами под русскими. Не, вот родители вернулись. Тогда они точно не должны увидеть Алису. Спрятился, сказал. Я взглянул на подругу. Алиса ела спокойно, доедала Морозное. Не удивился, даже провести усами своей устной маски. Стараясь не издавать ни звука, я сдавал звук, что от дома никого нет. Я согнул к водной двери. Однако взглянул в глазок, я видел леса смыть и силуэты. Благо они мало похудели на родителей. Да и похоже, их больше тем два. Я повернул колесико замка и приоткрыл. Чтобы не вы... Охереть! Ну припросным снегом... Чего? Пороги? Пороги? Припросным снегом пороги меня цветила маленькая компания предельных детей в обликах загадочных битерей миссийского леса. Охереть. Вот такого колеса гостей я сегодня точно не знал. Так вот о каких друзьях-то говорила. И это не... А, это она, Алисия. В воздомном удивлении пронесла Оля, вдруг оказался впереди меня. Время я все стоял в дверях и, мягко сказал, поразался такому наплыву гостичу. Ну что, пустишь погреться, друг? Вот у него голос, голос Ромки. Но это не говорит о том, что это Ромка. Потому что я видела, как они на самом деле выглядят, это монстры. Немного путев себе, я кинул головой и присутився, я тасову в сторону. Да, да, конечно, проходите. Ты их даже не знаешь, ты вот медведя, пока вы оттупнете с ним не знаком. Или знаком. Нет, он с ним только знаком с этим. Но с медведем он точно не знаком. Я бы на твоем месте никого бы сюда не пускала. Потому что они сейчас познакомятся с твоей сестрой, и потом возьмут ее в качестве своего обряда для... И люди при настоянии, как они говорят. За это все вместе, если внутри, стали толпиться в коридоре. Да, ну и норку ты себе выбрал. Зайчик. Колл странный. Смотрите, сказал медведь прицены, глядя мне в глаза, видев это. Оля тоже взглянул на меня из миллиона спортива. Душа, а почему они тебя зайчиком зовут? А займался неболее скротив на 15 пальцем. Оль, а может мы нашим друзьям дом покажем, а? Да, да, да. Давно мечтала посмотреть, как ты здесь устроился, Доша. Я тоже не против. Ты кня свою лапу не суй, блядь, моя женщина. О, молодец. И я. У него все задумывалось. Правда, вы здорово. А, а че, че-то не говоришь ничего. Разработчики, вы идете, халтурите. Здесь у нас кухня, стол, плита, холодильник. В общем, ничего особенного. В том методе Алиса наклонилась над моим ухом и просыптала. Зачем ты мне это говоришь сейчас? Я сама могла посмотреть. Молисо засиял, но я посмотрела. Это будет на Алиса, мол, ты кивнув. На хера ты мне, на хера ты мне это сказала? Тут у нас спят мама и папа. Это их комната. И значит, я смотрю, что и болтик недовольно прорычал. Обитающий взрослый. Ам, я... Давайте другое тогда посмотрим. Веслава немного смутили Улина, не знал. Тут ведь и подписала вывести их из родительских спальни, чтобы показать иные части дома. Че-то в этой части звери вообще нет. Здесь, кстати, у нас кладовка. Раньше я думала, что в ней баба живет, а потом даже пряталась с от Антона. Да так, что он меня даже найти не смог. Да, я сама тут не пряталась. Он ли хитрой, да больно устал на меня? Я промолчав, однако для себя ответил, что сестра лукавит. Коврят, что он найти ее не смог. Смог, а так вебете с этим потерял и десяток нервных клеток. А кто такой этот ваш баба? Злобный дух, которого должны бояться дети, так как он пугает их по ночам. Зачем? А тебя он случаем не пугает? Алиса принесла это плутоватый взгляд в мои глаза сквозь этики. Она хоть меня защитит, она подкатывает ко мне. Сказала, что это уже нет. Но тогда мне выпрямись перебросила, как показалось весь мой недовольным взглядом с волчком. Пойдемте, я еще даже нашу старшую комнату не показала. Ага, самое интересное! А это уже мое маленькое царство. Звери-то с удовольствием разделились и устали оглядываться. Замечательно! Чудесный мир детского счастья! Миша, не хочешь, чтобы немного побыть и поиграть с нашей Оленькой? А мы пока с Дошей побеседуем. Оля, спроси, моментально будете явно довольны, что у нее я поеду в новый компонент для игр? Во что предложишь? Только где двигаться нужно мало, а то ленюсь я, да и лапка у меня болит. Давай в приставку! Не хера! Этот вариант, походу, до утолен, удовлетворял все стороны, хоть я заметил, что Миша выглядела чуть рассеянным. Ну вот и отлично! Развлекайтесь! Антоша, пойдем! Ты еще свою комнату нам не показал! Давай только от Волтика избавимся и в мою комнату Тос пойдем. Лиса мягко взяла меня за плетей, игривая в комнату, оставила Олю и Медвизонка наедине. Впрочем, время сестра терять не стала и уже послала распихать в приставку Дэнги. А там все лисы и Волтик последовало за мной в мою комнату. Вот там болит личный разговор. Такой, это ты нас добыть и спиздил? Ну, как говорится, милости прошу к нашему шлашу. Тут они сейчас поменятся в лице, они притворялись только перед ней. Перед тебе порог, зверята сразу раз все разбрелись по комнате, принялись осматриваться в окружении, так за мою рисунком аккуратно прилепленные на обои. А я смотрю, Антошин, твоя творческая натура так рвется наружу. Ну, а нет, не стали. Сутка сказала, Лиса проводя взглядом постенился в комплимент. Я немного покраснел, и после глаза стал ковырять носиком тап-тап-пол. Рассказывайте, зачем пришли? Без слова, возвращаясь буквально из ниоткуда, я на секунду на ней сориентировалась, кто из зверей их сказал. Ну, а затем понял, это был я. Замиротал смотреть меня куда-то поверх моей головы, ее лицо заменилось и приняло крайне насторожный и обезобновленный вид. Так-так-так, знакомый голос, братец. Решили вот проведать тебя. Как насчет снова пройтись и повеселиться? Хм, нет, мне и так хорошо. А вы и дальше идите и пляшите под додку этого козла. Ну да, это я сказал, он у него ни капельки не оскорбил. Он не хотел заговорить, ну я стремился так говорить, но сейчас я мало в кого мог полеять на то, что беззаботно наблюдал за тем, как моим глазами и усам, и в том пользоваться нести за гуси и внутри меня. Эммануэ владел ужасной и неотворенной тюсу бестерья, словно в настоящее мне заткнули рот тряпкой. Ты ведь юлиешь, верно? Пиздец, какая ты догадливая! Только пока этот слюнтяй контролирует себя, я мало что могу сделать. Такой сову убить? Да и так без меня уже. Телова явно были лесными, а леса встрепенулся, и глаза у нас стали и... истязли в темных отверстиях маски. Вот эта секунда измила привлечила девушки, она привелась в дикого и опасного лесного зверя. Это я начала сисять его, уву, и сто процентов. А я смотрю, изгнание из тела тебе на пользу не пошло. Твой прогнивший язык все еще себе места не находит. Может передать хозяину, чтобы ты еще лет так двести помучился? Да, она это говорит другому зайчику, она это не мне говорит. Ха-ха-ха-ха! Так легко ты об этом говоришь! А не вся ли лесная свора вместе с тобой все это время стремилась помочь мне, даже порой идя наперекор решению хозяина? На секунду хочу напомнить. Именно из-за неподчинения этот козлиный вышвырнул меня из моего тела! Из чего бы, друг, из чего бы вдруг родила в такой огромный путь? Вы решите все бросить и вновь обречь меня на скидание. Лиза, явно свирепа и все больше, спи, Лиза. Лиза, все, что нужно делать? Спи. И на скидке было все больше. И по-знащему все начинало остановиться страст. И сейчас страст не особо было на эти разборки, и сейчас... Может прибежать Оленька. Зальпомесать все этому никак не могу. Тело не слушается. Потому что ты, тварь, бестелесная, даже не благодарен за наш труд! А, это за не я говорю, это... Тотворище. Наш труд? Третий скаминус ворвался с Грёздным Волком. Труд-то наш, но вот все заслуги ты присваиваешь себе! Стараешься бы служиться перед хозяином, а на остальных и не смотришь! Хочешь все время доказать ему, что это ты смогла превоспитать зайца! А разве нет? Я лучше вас знаю всех зайчиков! Я с ними играю, даю им советы, переучиваю! Грёвки переборка скажут, что за секунды грозилось перевести в настоящую войну! А сейчас, что-то уже и присутствие, и контактенно переступил границы дозволенного, то остальные просто разорвут друг друга в клочья. Но тут... У вас слава Оля. Да как они в бузыр переменились! Ура! Я победила! Я победила! Я победила! Да ты просто тренировался, я это знаю. Да я пахнул секунду, и вас перевозвернулась Олиса, пританцовывая, подпрыгивая на дно, но если то за ней волчился медвежонок. Ой, я в такие игры совсем играть не умею. Надо учиться. Так, один смейка пронесла отрезу все детство на всех моих гостей. В мрачных отверстиях в мазке Олисы появились глаза, и Лис приняла в облик добродусные ласковые девочки. Ранее я стал все дыбом, сердце волка спустилось, обограделось ко мне, снова вернулось. Контроль над руками, ногами, тылусим и головой. Я соберел пальцами. Замургал, глубоко вздохнул. Все это время ощутял, словно сколовым цепями, и скинутыми в воду. А теперь не могу наразоваться, что сумел бороться из этой путины. И вновь начал контролировать себя. Как здорово, Оленька! Мы тут тоже с братиком поговорили. Одним словом, восторг, а не дом. Хотя, как по мне, ничего лучше улицы. Да! Деревья, свежий воздух и свобода! А меня родители особо не выпускают на улицу. Вот и сижу здесь, как принцесса в замке. О-о-о! А если конец ко мне, особенно посмотрел на Олю. Не расстраивайся. Уверена, ты еще успеешь насладиться зимними прогулками и играми. Возможно, даже очень скоро. Ага, и там вы ее сотрете. Я это знаю. Я это знаю, знаю, знаю. Ура! Ребята! Давайте западем, а то я устал. Я случайно пролистнула. Палец иногда заскикивает на этой... На клавке. Оль развернулся и в приплюс к побежала к лестнице. Сначала повороты мы сейчас медили, затем возвращаемся и свыркайся, волчек. В ком-то остались только мы с Алисой, но вместо того с тобой уйти со всеми, Лиса незаметно согнула спирта и сказала. Поверь, каждый из нас сейчас стремится помочь тебе. Ну и ты, наконец, должен понять, что бунтарством и единоличностью ничего не добьешься. Ты должен стремиться. Вот пусть Антошка тебе и поможет. Я должна ему помогать, ну заебись. Я думал, мы с ней замутим. Я не успел ничего. Вот ведь, как Алиса, с хитром улыбкой вильнул в сторону дверного проема и сайскрил за поворотом. А так осталось сидеть на кровати, типа уставился в одну точку. До встречи! Пока! Оля, а как все-таки Алиса попала к нам в дом? Месса позвала полетями, что настразала меня. А стоит же сейчас сказать, что можно скупить доверие ребенка. После этой мысли иллюзия о том, что дом присутствует в крепость, для меня окончательно переталобыть правдой. Для меня тоже. Они теперь могут ее спидеть из дома прям в любой момент. А что ты сел отсюда? Кто за счет обещал Катю встретиться? Вот за дурак. Ладно, Оль, я пойду прогуляемся. Оставайся дома и никуда не выходи. Вот ты ебанутый. Сюда как-то Алиса пробралась. Одна, блять, причем. Не открывав дверь, ничего не делая. А ты ее оставляешь одну здесь. Ну ты крыса, я просто. Хоть в мультике включи. Ольга, но он обязал свою комнату. Я быстро обещаю. Оля улыбнулся, сусла наверх. Ну че сказали, побыть больше с ней. Но и так одна. Под странного вида моих лесных друзей. У меня оставались вопросы. Ну сейчас я должен пойти к Кате. И узнать, что все-таки случилось. Это будет 10 глава уже, да? И вот это будет окончательное, так понимаю, закрытие этой сюжетной арки про Катю. И мы должны теперь последние сюжетные арки как-то измениться с Антоном и при этом победить этого черного зайчика. И помогут нам в это лесные звери. На улице не было видно даже следов. Сапог по сегодняшней гнезванной гостей. Тень, а то снова происходит. Но когда они рядом, мои мысли улетутиваются. И я испытываю неподданную радость и восторг. Сейчас они у меня встретили, мне кажется. И мы суждены на тему неправильности. Все это иссезает без следа. Что такое находится внутри меня? Внутри моей головы. Мама мне говорила, что когда я был ульяного возраста, что я особенный. Но я не заметил ничего такого до переезда сюда. Да и Оля их не видит. А Де Оля их видит. Вот. Может быть, это все из-за стресса? Ладно, поза сейчас. Нужно навестить Катю. Узнать кто ее похитил. Хотя, думаю, это удалило показания Техновоса. Так же кузыреть перед ним уже и нет. Как я бы забросал. Я подсказал к ее дому. Где мне кажется, тебя там не пустят Лилия Павловна, мне кажется. Опа. Вот это должна открыть твоя мать, мне кажется. Ну, какая-то, кстати, красиво выглядит. Думаю, на тебе станы. Прикольно было бы. Антоша, ты пришел ко мне? Да. Катю переставила петра Нови в свою страну, но в у меня заданном наряде. Дамасни. Наконец-то. Я подумал, не мог страну Мос Нови относить такие милые вещи. Вау. Ты прекрасно выглядишь. Дамасни она выглядит. Катя кинула в сторону входа, и папа, ребятец, с ней и в комнату. Сделала бы тут прикольно, кстати. Ну, тут и позволят с разработкой, кстати, мы хорошо постарались. Я очень скучала по тебе. Немного застеснялся, но сейчас я посмотрю на Катю в глаза. И я по тебе. Как-то, что придется обсудить все эти ужасные вещи прямо сейчас. У меня есть к тебе важное дело, Катя. Я понимаю, что наверняка ты не этого ожидала от нашей встречи. Но это дело уже не может ждать. Извини. Что это такое сделать? Смогут ли это начало медленно спадать. Я догадываюсь о чем ты. Рано или поздно я должна была рассказать тебе все. Давай. Ну, все-таки теперь... Пора. Я сдох. Сейчас будет глава. Здесь будет заканчиваться глава над этим. Ты присела на ее кровать. Прости, если тебе больно вспоминать об этом. Но это очень важно. Она медленно кивнула и начала говорить. Когда ты ушел, я вернулась домой. Так. Сняв куртку, я заметила, как какая-то тень копошилась в гостиной. Мама к тому моменту еще не вернулась, поэтому я не знала, кто это. Я подошла поближе. Там был снова этот ужасный репортаж. Только вместо диктора и жутких крестов, на весь экран на меня смотрела, будто живая козья морда. На, ну это скример просто, не бойся. Козья морда? Ну ты ее знаешь. Вереный говорил о нем в неком хозяине. А хозяине, который отлетел ночью в лесу. Огромный козел. Я чувствовала у себя дыхание сквозь экран. Мне стало страшно, но я не смогла двинуться. После же окно кто-то резко разбил. Громкий шум испугал меня, и я побежала в комнату. Меня ослепил яркий свет из окон. А там... Там... Она не... Она сейчас не скажет. Слушай, не плачь. А я рядом с тобой. Все хорошо. Все хорошо. С твоим домом теперь часто патруль приезжает. Тебе нечего бояться. Там был... О! А, тут маньяк. Тут губа, короче. О! Ну, заставочек пойдешь. Ты сможешь, Катя. В маске... В маске козло! От него еще был такой запах. А, хозяин леса. Крови и еловых веток. Да-да-да, хозяин леса. У него в руках был железный молоток. Ебать. У тебя еще один. Я так боялась, Антоша. Он дышал так тяжело. Маска ему мешала. А после... Он резко ударил меня по голове. Я очнулась уже в этой мясорубке, когда услышала твой голос. О! То есть он сразу после этого. Ну да, и страшно теперь. Я не могу уснуть. Я постоянно в страхе. Мне постоянно плохо. Я так устала от этого, Антон. Я всегда буду с тобой, Катя. Я не допущу, чтобы кто-то тронул тебя. Наконец-то. Остался в тени, мы не решили провести вместе. Или я полно уехала по делам, и все утром до сих пор все приехала. Чему бы и быть. Чему мы были очень рады. Кать, я попью воды и вернусь. Быть развернуться, все уже хотел побежать. Ай! Хе-хе-хе. И будто я слепнулся на пол, сделав неаккуратное движение. На ровном месте. Как ты так грохнулся, дурачок? Хуй знает. Тише, тише. Мой дурачок. Ну вот. Пойдем фильм посмотрим. Да. Ты не поток свой поставила. Вот это на тебя похоже. Днесли. Спокойствие наконец-то воцарило в нашей поселке. Мы с Катей за несколько дней подряд гуляем. Воу, вот эти цветочки. Скоро на нас смотрят косо. Но мне не иметь какую-то тень. И нам вместе хорошо. Космару моей жизни покинули меня. Но это я утголски являюсь в моих снах. Мы вытекнули из памяти все, что хотели бы забыть. Прома с горем пополам добился внимания. Полина и Руська они не ходят, но вместе загуляют. Помню, ребята, если я решили устроить непроверку. Клава 9. Смена обстановки. Ой, вот это вот за что-то новое. О, ну че, косочки. Это было, ну, скажем так, не азыто, но и слишком коротко. Все, коски, все, пока. С вами был Игорь Кузьмин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите, 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 интересно, и грузки, все. Вы всех люблю, вы всех сломаю, пока, косочки.